Привет, мобильные геймеры! С вами Фликер и это игра Endless Frontier. Значит, здесь у нас есть своя база, вражеская база и армия, которую мы будем пополнять новыми новобранцами, которые будут за нас бороться, биться и не только. У меня сейчас уже в отряде 6 бойцов. Орк с молотом, вот есть пехота, эльф-лучник, мушкетер, высококлассный эльф-лучник, трехзвездный, а также рыцарь-корница. Он в основном дается всем в самом начале. Игруха, честно говоря, забавная. Не думал, что подобного рода игры меня привлекут, но, честно говоря, я залип в нее даже. Вам не так часто нужно ее посещать, но, допустим, если вы добрались до высокого уровня, после вы можете все сбросить и получить классные ништяки, что мы сегодня и сделаем. Так, я смотрю, меня нехило так атакуют, на вам суперудар. Этот навык можно, конечно же, изменить. Текущий навык называется Взрыв Неба и Земли. Навык, позволяющий призвать меч разрушения и нанести сокрушительный урон противникам и их боссу. Чем-то она напоминает какое-то ММО или мобу даже, я бы сказал, где есть наша база и чужая база. У них кристаллы, у нас кристаллы. Мы, естественно, должны надрать им задницу, но сейчас надирает задницу мне, блин. Так. Так же мы можем своих чувачков прокачивать. Вот сейчас у меня навык появится. Блин, давай-давай-давай быстрей. Отличненько. Завалили всех. Блин, какого фига вы еще там стоите? Далее. Мы можем купить воина. Сейчас пока у меня бабосов, конечно же, нет. Я могу только орк-бойца взять. Однозвездного это будет, конечно, мало. Так. После мы обязательно начнем все заново. Сейчас мы сундучок возьмем, там бабосики лежат. То есть прокачиваем вот эти квесты и нам за это дают больше золотишка. Итак, значит, здесь все квесты у нас отображены. Вы можете данную игру скачать по ссылкам в описании. Там есть как и для андроида, так и для iOS. Как вы видите, квестов здесь достаточно много. И чем дольше эти квесты идут, тем больше вы золота будете получать. И на это золото можно будет прокачивать эти же квесты, чтобы получать, опять же, больше золота. А также своих воинов. Далее мы можем купить воина. Здесь можно вот обновить список. Давайте обновим. О, рыцарь с молотом, 700 вот этих медалей. Чтобы получить эти медали, нужно сбросить данный, так скажем, результат. А, блин, что-то я это не вовремя совсем. Сейчас я на 260 уровне. И если я нажму возрождение, то получу 4 650 вот этих медалей. Плюс 930, 20%. Это, видимо, бонус какой-то. Так, возрождаться мы сейчас пока не будем. Значит, персы у меня уже, как вы видите, довольно-таки нехило прокаченные. Далее у нас есть подземелье. Предлагаю туда отправиться. Вот можно добавить, кстати, навык, но 500 кристаллов мне что-то не очень хочется тратить. Так, давайте выберем. Рогатая жаба. Давайте попробуем с ней побороться. Посмотрим, что нас тут ждет. Я в такого рода игры впервые играю, поэтому даже не знал, что залипну. Но, знаете, те игры, в которых нужно прокачиваться, то есть через определенное время вы заходите, забираете как бы ресурсы, прокачиваете своих персонажей, и все замечательно. Давайте-ка используем вот этот навык наш суперский. Я надеюсь, что мы ее завалим и получим какие-нибудь бонусы. Режимов здесь не так много, но, честно говоря, вот эти квесты даже как-то интересно выполнять. Так, далее есть у нас молот-крот. Давайте попробуем. Посмотрим, что за молот-крот. Невозможно войти, так как нет билета. Ааа, нам еще билеты нужны. Есть еще сокровища, но сокровища у меня пока, к сожалению, нет. Давайте попробуем купить сокровища. Аааа, кристальный посох новичка, уменьшение золота для открытия квеста. Давайте... Блин, я ничего не могу, к сожалению, купить. Материалы сокровища можно получить в подземелье. Мгм, то есть здесь вот как раз нам показывают, что мы можем получить. Так. Ааа, мне нужны вот эти красненькие штучки. Вот придется с молотом-кротом побороться, но у нас билет через 10 минут только восстановится. Короче, чтобы получить те ресурсы для вот этих навыков, вы можете как раз в подземелье отправиться. Далее у нас есть битва. Есть вот ежедневная. Ааа, после возрождения. Давайте вот башню вызовов. Тоже нельзя. Зато вот здесь можно... Битва максимум 5 на 5. Итак, давайте поборемся. Здесь я еще не бился, конечно. Думаю, что мне быстро наваляют. Мы прям в каком-то аду появились. Ох, нифига себе, блин, они разносят. Ээээ... Быстро, быстро. Ладно. Очень быстро меня завалили. Даже не успел прокачаться. Ладно. Так, давайте. Здесь, конечно же, можно посмотреть рекламу. Разработчики немножко заработают, а вы заработаете необходимые ресурсы. Ну и, конечно, у нас есть магазин. Скорость игры можно увеличить в течение 20 минут. Далее на 3 можно увеличить. Увеличение силы атаки воинов в 10 раз на 20 минут. Можно за 100 кристаллов приобрести. Но самое классное это вот здесь, дорогие друзья. То есть я в игру достаточно недавно только зашел. И смотрите, сколько здесь ништяков можно получить. Билет случайного артефакта, тысячи вот каких-то фигнюшек, 100% билета, бонусных камней давайте получим. Добавлено в магазин. Давайте посмотрим. Вау! Сапоги темного рыцаря. Бэтмена, что ли? Так, навык сокровища. Уменьшение времени возрождения зомби и орка. Уменьшение стоимости улучшения война. Неплохо, блин, сколько... Пятизвездные, офигеть. Можно, кстати, прокачивать их, чтобы от них больше был эффект. Так, не забываем, главное, открывать вот эти сундуки. Давайте-ка еще разочек отправимся. Что-то у меня здесь ништяков много, а я люблю ништяки получать. Еще 300 гемов, кристаллов, ваучер воина 5 звезд. Блин. Вы достигли максимального числа ячейк воинов. Ага! То есть нам пятизвездного воина сейчас дадут. Давайте-ка купим. Каждая ячейка на 100 кристаллов дороже начинает стоить. Так, сейчас вот у нас нету ячейк. Давайте мы обратно отправимся, заберем все-таки этого воина. Я хочу его забрать, получить. Войн добавлен ячейку. 5 звезд. Вот этот чувак вообще огонь должен быть. Артиллерист. Круто. Те, кто уже установил данную игру, отпишите в комментариях. А также я бы попросил вас прислать ваш отряд к себе в группу ВКонтакте. Очень было бы интересно посмотреть. Вот так мы можем, короче, их прокачивать. Вау, 208 уровень, короче, только. 235. 236, короче. Пусть так будет. Вот, теперь у меня есть нормальный артиллерист пятизвездный. Так, давайте посмотрим, что у меня там еще есть. О, нифига себе, подарок получен, отлично. 10 тысяч, обалдеть, я сейчас армию просто безумную соберу. Еще 500 гемов, отлично. Наград за вход, блин, наград в самом начале игры очень много. Это поможет вам, так скажем, быстрее прокачиваться. Так, 1500 ваучер воина, 5 звезд, 1500, 700 билетов бонусных камней. Так, у меня сейчас места, скорее всего, нету. Следующая ячейка для воина стоит 300 гемов. Давайте купим. Самая первая ячейка стоит 100 гемов и дальше уже по возрастающей. Давайте еще соберем. Сюрприз, да, с удовольствием. Воин добавлен, отлично. А кто это у нас будет? Еще один артиллерист. Круто. Так, давай мы тебя тоже, чувак, прокачаем. О, 260 уровень. Давай, 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 отлично. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть еще. Блин, гемов-то сколько дали, тысячу еще. Можно какого-нибудь редкого персонажа взять. Еще тысячу, офигеть. Я, честно говоря, думал, что их будет сложновато добывать, но тут, оказывается, их достаточно много. Мы посылаем вам 10 флейм чего-то, чего-то. Здесь, кстати, на английском все. Ну, давайте получим тоже. Подарок получен, отлично. Но что-то там не получилось до конца. Ну-ка назад. Здесь вот. А, нет, все нормально. Все получили мы. Еще тысячу гемов. Обалдеть. Я сейчас столько ячеек пооткрываю. Столько персонажей себе приобрету. Кстати, да, я 5 дней уже, наверное, рублюсь в нее. Реально заманила. И особо времени я на нее не трачу. Буквально по минут 15 в день. То есть утром зашел, все ништяки собрал, воинов прокачал, поехал на работу. После работы пришел, просмотрел, прокачал, значит, квесты. И если захотел, сделала возрождение. Так. Вот еще немножко кристальчиков получили. Давайте посмотрим, что у нас тут среди воинов есть. Кого еще приобрести? Вот орк с топором. Давайте за 3000 гемов возьмем его. Блин, 500 уже у меня там. Ну ничего, нам нужен какой-то суперский боец. Я надеюсь, он не за гемы будет прокачиваться. Нет, смотрите, обычный. Отлично. 253 уровень у него будет. Отлично. Блин, потом, смотрите, возрождение, если нажать, 4650 пока все так же, блин. Не, не буду возрождаться. Нате вам, твари. Не, рекламу пока я не хочу смотреть. Короче, игра залипательная, дорогие друзья. Сейчас я все заново начну и расскажу вам, что, как, почем и зачем вообще. По-прежнему повторюсь, ссылки все необходимые в описании под видео. Скачивайте, прокачивайте и присылайте фотки своих отрядов. У меня сейчас вот, считаете, орк с топором, вот эта конница, два артиллериста, нехилых таких мушкетер, блин, орк с молотом, пехота. Блин, тысяча следующая ячейка стоит. Офигеть, конечно. Ну-ка, что тут у нас по воинам есть? Рыцарь с молотом. Можно приобрести, кстати. Но надо ячейку еще. Блин, тысяча. Дальше уже не по сотням, блин, идет. И это фигово. Давайте купим. Так. Надо тебя, мужик... О, усиление есть еще. Смотрите-ка, мы можем усиливать его с помощью вот этой фигни. Ээээ... Давайте потратим. Эволюция. Давайте посмотрим, что такое эволюция. Обалдеть. Короче, он теперь у нас самый крутанский. Скорее всего, у него звездность повысилась. Давайте-ка мы посмотрим. Да, он четырехзвездный. Ну, а ща мы его прокачаем по полной... Поливачку. Вообще, чувак должен теперь выносить 271 уровень. То есть, они играют на автоматизме. Далее у нас по квестам. Я вам чуть позже сейчас объясню. Че-то как тут. Или прям сейчас уже объяснить. Давайте по воинам еще посмотрим, что у нас тут. Здесь фигня. Две тысячи. Ну, давайте еще одну ячейку купим. Здесь, значит, обновим за сотню. И 5700. Блин, наездник на Рапторе. Вот я бы хотел, конечно, его приобрести. Но западня. Давайте еще разочек. Ээээ... Призрак. Ну-ка, чего у него здесь? При достижении уровня усиления статы увеличиваются на 200%. Ну, давайте вот его, может быть, возьмем. Блин, что-то как-то грустно все равно. Ну, давайте. Купить. Так. Отлично. Где наш призрак? Давайте мы его усилим как следует. Гуд. А теперь можно прокачать. Во, замечательно. Что ж, давайте посмотрим, че они, как тут вообще справляются. Как вы видите, все квесты, большинство квестов, они на автоматизме выполняются. Все благодаря тому, что я уже подключил к ним автоквест. Чуть позже я уже покажу вам, что да как и к чему. Отличненько. Давайте посмотрим вот этот поединок и, скорее всего, перейдем к возрождению. То есть, скинем все статы наши. Так. Давайте используем навык особый. То есть, если вам нужны вот эти вот медали, вы просто нажимаете возрождение. Я надеюсь, они сейчас завалят их и перейдут к 276 уровню. И я получу еще больше, блин, этих медалей. Давайте орка немножко прокачаем. Так, блин, у них вот эта большая мумия вышла. И она практически не погибает. Ну-ка, давайте. На, отлично. Завалили. Давайте, чуваки, 276 уровню. Ну что, давайте начнем все с самого начала возрождения. И все с нуля. Смотрите. Вы возродились в Героя Эльфа. Сила атаки вашего воина Эльф будет увеличена на 80%. Круто, че. Участвовать в ежедневном рейтинге. Давайте попробуем поучаствовать. Ага, подарок. За публикацию. То есть мы можем с помощью фейсбука активироваться и поучаствовать в данном рейтинге. Ладно, вы присоединились к ежедневному рейтингу. Отлично. Ну что, вот мы и начали с самого начала уборка рыцарского замка. Вот этот квест у нас. И чтобы его, конечно же, прокачать, нужно нехило вот нам поднимать левачок сначала ему. Следующий, короче, квест открываем. И сейчас будем специально делать автоквест, чтобы он у нас постоянно выполнялся сам. Этот, к сожалению, пока мы не сможем сделать автоквест. Нам нужно 40А золото набрать. Следующий квест давайте выбираем, чтобы у нас все активно-активно шло. Вот автоквест уже у нас был доступен. Отлично. Все в самом начале, конечно, просто вообще выполняется. Также мы можем прокачивать наших воинов. Как вы видите, у всех у них сразу же все обнулилось. Они теперь первого уровня. Вот можно прокачивать. С каждым уровнем наши соперники будут становиться все тяжелее и тяжелее. Так, отлично. Неплохо. Нодбет, нодбет. Давайте всех-всех прокачаем. Так, все пока. Замечательно. Дальше по квестам снова пошли. Следующий квест открываем. И сейчас нужно на автоквест 600А нам. Чтобы вот третий у нас сделалось. О, отлично. 600А, все замечательно. И этот квест лучше, конечно, прокачивать, чтобы он больше золота приносил. Музончик такой, знаете, знакомый. Где-то как будто я его слышал. Но приятный и не напрягает. Так, далее. Также можете скинуть скрины, до какого уровня вы дошли и какой квест у вас последний. Я, конечно, вот до последнего не доходил. Это разузнайте о существовании золотого рыцарства. Здесь уже нужно полтора АФ. Это очень много, короче, золота. Так. Еще чуть-чуть и у нас будет автоквест на наблюдение за ущельем Чужезимья. Давай, еще чуть-чуть, чуть-чуть, прям мужик осталось. Давай, давай, ну. Используем супернавык. Отлично. Автоквест у нас уже доступен. Класс. Ну вот такая забавная игруха, дорогие друзья. Ссылки вы найдете по-прежнему в описании. А на этом мы закончим данное видео. С вами был по-прежнему Фликер. Ставьте большие пальцы вверх. Подписывайтесь на мой игровой канал. Делитесь видео с друзьями. И не забывайте оставлять комментарии. Всем пока.